Всем привет! Давно у нас не было вместе. Да, немного я приболел, да было много разных дел. Сегодня у нас Бургер Кинг. Бургер Кинга тоже очень давно у нас не было. Заказали, значит, мы здесь всего понемногу. Будем вместе пробовать. Берите что-нибудь вкусненькое. Будем кушать вместе с вами. Думаю, выкладывается все на стол или нет? Выложить хотелось, да? Я думала, чтобы не шуршать. Давайте вот так, блин, ладно. Подсыпка подключилась. Соус наверх. Сразу откроем. Так, это у нас, по-моему, сибирский Кинг, как-то он так называется. Это новинка. Очень необычная упаковка. Первый раз вообще вижу такую цветную упаковку в Бургер Кинг. Соусы кисло-сладкий, сырный. А ты тоже кисло-сладкий взял. Барбекю. Да, сырный, барбекю. Всем приятного аппетита. Берите тоже что-нибудь вкусненькое. Давно с кустью не снималась. А у меня Гранд Чиз Фрэш. Нужно потом поменяться, попробовать. Я люблю Бургеры больше с горенькой. Так, у нас креветки, медальоны, картошку взяла сама, наггетсы и луковые кольца. Луковые кольца такие красивые. Я же его возьму. Я булочкой, как правильно говорится, ржаная. Да. Все это у нас вышло на 300... 1350 рублей где-то так. Без картошки получается. Ну и без напитков. У нас соус слащий, как будто бы. Я с каждым попробовала. Надо тоже так сделать. Вкусненько. Картошку сделала просто на сковородке, но соли в этот раз побольше добавила. Да, не стали мы там дать картошку, потому что она все равно... со временем станет невкусно, даже если ее разогреть. А так она свеженькая. В принципе, все остальные продукты, когда разогреваешь, они не теряют своих соусов. Давайте посмотрим, что внутри. Привет, круто сделали. Здесь у нас какой-то соус непонятный. Даже я вижу есть бекон, котлета и типа горчичного соуса. Листья салата. Ой, снизу. Кенская капуста или айсберг, айсберг, наверное. Говорил в каком-то из видео, что Костя сейчас находится на учебе, но он катается туда-сюда. Учится он в Бадлиановске. Раньше, когда Костя уезжал на учебу, он там оставался? Ну, тогда еще не было детей. Уже не Костя? Нет. Я у нас родился в 21-м году, а я учился где-то до 20-го года. Как тебе бондар? Прикольно. Знаете, привкус есть этого. Пиктейсти. Попробую. Ой, горячий. Есть, да, привкус? Угу. Только булочка чувствуется, что ржаная. Очень похож на биктейстер. Приктейстер есть. Не сильно. Не сказать, что прям сильно похож, но вот нотки отдают вот этого соуса какого-то. Тоже похож. Капуста тоже, огурцы. Так, в принципе, неплохой. Но, знаете, конечно, сейчас циники походу выросли, да? Сейчас бургеры дешевле 300 рублей не найти. Если только и самые такие небольшие и простые, то они 100 с чем-то стоят. Раньше они стоили 69 рублей. Насколько я помню. Сейчас, по-моему, уже за 100 перевалили. И вот мы с другом вспоминали, как раз, когда учились в Ульяновске. Это был, ну, 18-е, вот это 19-е года. У них тогда была акция. Получается, все за 400 там было. Это было два вопера больших. Картошку фри, картошку педеревенции можно было выбрать. Ну, по одной из позитив. И по напитку. То есть, вот такое комбо было, получается, нам выходило всего в 200 рублей. Сейчас за 200 дарю вопернику пить. Кто-то уже из Татарстана у нас найти выходные погодные условия очень учитываются. Даже приходят из СМС МТНЧС. Что? Ой. Только я могу сесть на видео в белых вещах. Такой грязный. Надо сесть пачкать. Ешь поаккуратнее. Что будет очень сильный ветер. У нас уже один день такой был. Мне было страшно. У нас свет выключили. Не люблю такую погоду. Знаете, я не люблю гром. Грозу сильно. И вот зимой, когда очень холодно и ветрено. У меня классная машина стояла с той стороны, где снега совсем не надуло. А вот прям буквально метров пять. С противоположной стороны машину задул прям по крыше. Соседи. Крышу даже не было видно. Вот чуть-чуть уголок только, что там машина стоит. Не знаю, даже какие-то выходные будут в садик. Мы, конечно, лёву не ведём. Ну, мы уже сидим, наверное, два месяца дома. Не ходим в садик. Два дня сходим опять дома. То болеем, то такое погодное условие. Да, сейчас я неохота, если честно, даже идти, чтобы он опять заболел. Потому что погода плохая. Все-таки холодно. Да, у них первый этаж и нет теплого пола. Это, конечно, вообще странно. У нас, потому что Лев усердно привык, потому что у нас дома теплый пол. Мы целый день розетые, бегаем без носков, в шортиках, в футболках. Что у нас ещё в новой веках было? Мы давно с тобой так не снимали. Расскажи про учёбу. Как с тобой? Блин, знаете, с одной стороны интересно так окунуться в это всё, да? Как-то отвлечься вот именно от работы. От семейных каких-то дел, да? И ты всё новое сидишь. Люди, да, что-то учатся, стараются. Так вот, это интересно даже со стороны наблюдать. У нас больше мужская, да, группа? Да, у нас... Блин, я не скажу, сколько человек, потому что я только восстановился в группу. Но у нас, получается, наверное, человек 15 где-то есть в группе. Там плюс-минус пара человек. И в нашей группе только одна девушка. А в противоположных ещё одна группа есть. Там, наверное, примерно столько же человек. Хотя, может, их побольше даже. Там, наверное, 2-3 девушки всего. Ну, потому что такая профессия. Наверное, более мужская. С этим это связано. М-м-м, но выглядит классно. Хочешь попробовать, Майк? Да. У меня, кстати, тоже вкусный. Считаю нжуто сверху. Знаете, вот я такой хлеб не очень сильно люблю, но вот в этом бургере он вкусный стал. М-м-м, пытаюсь горшиться. Чувствуется. У тебя острее как будто. Он сейчас закусил меня прям острым. У меня ещё до этого спалились дёсна. Я тоже не мог сниматься на видео. У меня прям сильно болели. И такую вот пищу жёсткую было тяжело есть. Соня, говорю, всегда, когда мы что-то напланируем, мы или заболеваем, или что-то случается. Да, и часа практически прошли, немного вот осталось только. Вот такие чувствительные, знаете, стали. Да, прямо, если честно, боюсь. Сегодняшняя ночь, какая погода ночью будет? Сегодня, наверное, ночью нормально. Мне кажется, только будет снег просто сильный, и всё. Кто тоже из Татарстана? Пишите, были у вас такие погодные условия? Я помню, нас как-то в городе сквозь Абсурданик недавно, когда мы ещё встречаться только начинали, да? Последний раз я помню, что летом такой ураган был, что... Наверное. Но лично всё-таки это другое. Да. Летом всё-таки тепло, даже у вас света нет, отключается и так далее, да? Дома тепло, на улице всё равно, ну, относительно тепло. Не когда у вас минус 20, и такие ветра дуют. А у нас ещё котёл, и света нет, его тоже нет. Ну, наверное, вообще так. Да нет, мне кажется, в городе у многих центральное отопление есть. А, ну, с центральным, да. Я помню, я жила в Урганске, и там было центральное отопление, и я не могла к этому привыкнуть, там такая жара была, что мы батареи закрывали полотенцами. Там так сильно топили. Не люблю, когда квартира жарко. Хотя у нас у самих сейчас тепло, да, стало. Раньше мы тоже были такие более прохладолюбивые, что ли. Но с детьми всё-таки. Температуру держим потеплее, потому что они постоянно на полу. Что-то было им комфортно. Мне задавали вопрос, давай тоже ты на него ответишь. А то я бургер почти съел. Ну, ешь, ждать, ешь, я уже наелся. Спрашивали, одна Люба ли мы. Я сказала, что ты в следующем видео ответишь. В плане отношений? Он же ешь, что ли? Да. Я сказала, что я да. Ну, тоже подумайте. Что такое Любовь-то? Он сейчас начнёт. Опять комментарий будут. Что Жанна, он тебя не любит. Он даже не может сказать, что любит тебя. Ну, это наоборот интересный. Пусть пишет. Ответишь, нет. Так долго отвечаешь. Надо прожевать-то. Это ещё отмазки. Ну, если мы с тобой столько времени встречаемся. И столько времени вместе, да? Да. Тут получается, что она Люб. Кстати, у меня эти, какого действия, пишут, что обижает, Снежанна там. Меня это, кстати, не обижает. Какие действия? Ну, что ты не говоришь на видео, я тебя вам люблю. Если, например, это в видео не говорил, не знаешь, что он мне не говорит в жизни. Ой, упала. Потом ещё вопрос был. Дом мечты. Это квартира. Я сказала, что ты не хочешь, да? Я потому что понимаю, что надо же в нём всё делать. Это встанет всё на мои плечи. Очень сытные бургеры. У Снежана дом связан только с отдыхом. Отдыхать, загорать там, площадки и так далее. Детская площадка. Ну, это да, у неё детские мечты. Ну, можно же заплачивать человеку, который будет чистить снег. Я так делаю, не в этом просто вообще. Во всех делах. Плюсов, но больше, чем минусов. Ну, это понятно. Сейчас такая непогода, кого заметает. Прикинь, как они чистят дом. Да. У нас трактор приехал, всё почистил и думаем. Возле подъезда придут. Дворники почистят. Дороги трактор почистят. Я им только списала сладким. А вот отличается. Барбеки, кстати, вкусненький. Мне раньше не нравился, а это какой-то приятный. Думаю, что ещё съесть, но я уже наделась. Луковь и колечки ела. Вкусная. Всё, вот эта кофта, маленький димок банков. Я уже её испачкала. Не надо было мне её надевать сегодня. Или надо надевать, когда ешь прибором, или что-то, что не пачкает. Я думаю, что пёрышки постоянно пачкаются. Луковь и кольца очень вкусные. Бургер неплохой. Кто не пробовал, можете попробовать. В принципе, мне понравился. Наверное, из десяти, где-то семёрочка. Может, восемь. Ну, также можно добавить там котлеты, сыры и так далее. Кому уже что нравится. А пирожок с чем? С увечной. Если кашек никак не пройдёт. Кто писал, Снежанова постоянно болеете. Вам надо пить витамина. Если честно, стало очень часто болеть. Ну, это вот из-за детей именно. Мы раньше, я вот, я помню, что я два-три года мог вообще не болеть. Там, ну, так чуть-чуть горло поболел. Даже когда был ковид, я в этот год, и до этого два года я вообще не болел. Ковид, когда был, я беременна была, болела только один раз. Это легко. Это сказывается то, что Лёва болеет, и нам болячки приносят в садик свои передают. То, что мы ночами стали спать намного меньше. Организм, видно, может не устанавливаться, устает. Ну, и такие сейчас какие-то условия. Тут все болезни какие-то непонятные. Ничего не лечится. Да, что только не пьёшь. Я помню, у меня горло болело тогда 2-3 недели. У меня такого в жизни не было, чтобы горло так болело. Хотя я его лечил, всё, но ночью проснешься, она опять болит. В этот раз я лечилась с антибиотиками. Я даже не помню, когда я последний раз в жизни с антибиотиками пила. Ну, прям плохо было. Поэтому я начала пить. Да, плюс Снежана не может просто полежать весь день дома, да, когда болеешь, чтобы отдохнуть, восстановиться. Устаня весь день на ногах с детьми. Когда они болеют, их надо таскать, всех укладывать. Герман вообще с рук не слазил. Чё-то мы так подустали. Нам полезнее они выматывают. Ну ладно, не будем мы. Я плохом. Да, сейчас всем уже стало получше гораздо. Это к тому, почему вы пишете, мы не вместе снимаем. Потому что, когда дети болели, Костя был с ними, даже могли бы заметить, что видео прерывалось, потому что я уходила к ним. Да, Герман очень плохо спал, постоянно просыпался. Он и сейчас, конечно, еще у него кашель есть, но пока мы смотрим в камеру. Они спят. Дают нам снять спокойненько видео. Давно с Костей не снимала, прям соскучилась. Я вот даже не помню, когда мы бургеры кинулись, постоянно поселили. Очень давно. Месяца, два-три, я так думаю, точно прошло. Больше, мне кажется. Там вот эти снеги очень вкусные. Мне все снеги понравились. А, бургер тоже, этот неплохой. Не стал я брать эту острую приправку. А, точно, мы же снимали. Да, там можно было 15 рублей, по-моему, пакетик стоит. Я думал, что... Так вкусно. А потом думаю, я же их есть не смогу. Не дай бог у меня опять все разболится. Не будем рисковать. Костя, ребятки, положу. Я больше их не хочу. Почему? Нет, нет, нет. Я только что съела, я не хочу больше. Я еще думал взять 9 штук или 6. Да мы еле долетаем. Опа. И брал все по 6. К вопросам, то, что у нас сейчас постоянно фастфуд и все такое. Мне кажется, не постоянно. На видео. Нет, ну понятно, но длина видео вроде нет. Хочется что-то вкусненькое снять. Согласитесь, вот мы бы сейчас не смотрели, наверное, щи, которые я себе варила с яйцом. Может быть, конечно, не смотрели. На макарошки с кокетом, которые я ел. Утром я блинчики пекла. Кстати, я сегодня блинчики на завтрак пекла. На мацоне. Мацоне, яйцо, щепотка соли и мука. Сода вроде немножко, чуть-чуть, чуть-чуть, не помню, добавляла, нет? Такие пышные получились. У меня дети все смелее. Так что буду еще раз покупать. Будет еще медальончик остаться. Я не буду. Ешь, ешь, ешь. Я хочу тебя попробовать. Ешь. Не хочу, все. Я объелась. Не знаю, за что взяться. Мне на видео написали Снежана с детьми. Такая молодец. Ты не ругаешься, ничего. Прям идеальная мама. Я хочу, чтобы никто не идеализировал отношения, нас. Мы тоже бывают в плохом настроении. У нас тоже, может быть, нет настроения. Вы думаете, что, например, я могу не кричать, например, на Ленку, когда у вас что-то делает плохое. Конечно, я тоже могу покричать. Так что не надо думать, что все идеально. Знаете, инстаграмные жизни, которые очень красивые, да, у всех там. Такие идеальные. Ну и, например, наши, да, там, видео и так далее. И ставить их в пример, да, свой. Вот это, наверное, сейчас самая такая большая проблема. Люди берут себе в пример каких-то людей, блогеров и пытаются жить так, как они требуют, например, от своих вторых половинок, да, также там, например, не знаю. Что-то успевать. Марья-не-марья, телефоны, машины и так далее. Но вы же не видите всю жизнь их. Пока надо, я тебе не хочу разкушать. Видите только то, что они вам покажут. Ну и мы вам покажем. Да, это хорошо, к этому нужно стремиться. Но это не стоит принимать за истину. Да, я не скажу, что я в жизни там на Лёву кричу целый день. Но когда он, например, мог же стукнуть Германа, поругать я его могу. Но я против рукоприкладства. Пирожки вкуснее в Киевсе. Нет, это тоже вкусно. Тут джем какой-то другой. Просто для нас самый вкусный с кремом. Кто-то может и крем не любить. Тоже вкусный. Я тут нет, только джем. Заметел? Или мне не попалось? Так что, когда мне пишите, вот такая молодец там, у вас двое детей, вы все успеваете. А у меня там один ребенок. И я ничего не успеваю. Надо успевать. Ну хотя я привыкла. Хотя я привыкла. Когда Косте даже в доме нет, я успеваю, мне кажется, даже больше, чем... Да, я все время говорю. Когда уехала, они что-то пекут там, убираются, делают. В душ сходила с детьми двумя неспящими. Когда я в дом... Я расслабон. Ой, я лежу. Она все на меня это сваливает. Говорят же, если вам человек комфортно, то при нем вы начинаете лениться. У вас нет сил, у вас там такая лень, да. И вот это прям про меня. Насколько я тебе доверяю и люблю. А чтобы я все делал. Потом хочешь недовольный, почему ты это не сделал, ты не делай и так далее. Почему не успеваешь? Да, да, да. Я думаю, будем заканчивать. Да, было очень вкусно. Такое вот небольшое видео у нас получилось. Очень вкусненько все. Давненько просто не было именно Бургер Кинга. Мы вместе не снимались, так как это даже поинтереснее стало, да? Да, согласно. Самим интереснее так сниматься. Пишите свои вопросы, чтобы в следующем видео с Костей мы на них ответили. Да. Не забывайте также поставить лайк. Пока. До новых встреч.